Ящичек наложил, чтобы обменять на некоторые продукты питание для тайги. Ну, допустим, груши я сейчас на тушенку поменяю. Так, минутку. Еще не все тебя знают. Пол страны знает, пол нет. Да зачем это надо? Лучший садовод, любитель Сибири, Урал и Дальнего Востока. Ну, а ты излишне говоришь. Не-не. Короче, Чернобаев Леонид Дмитриевич. Дело в том, что, Дмитриевич, вот, я приехал в твой рай, почему? Вот, держи. Давай. Представляешь, наконец она упала. Я никогда не срываюсь с деревья, в отличие от некоторых. Ну, это похоже хранится, потому что запаха еще нет. Да понимаешь, что на нем бирка у меня висела, а у меня памяти нет. Номер 20, что 20? Значит, кто-то свистнул на ученом саду, от него пошло по рукам и попало ко мне. Дегустировать будем? Она твердая, я буду подождать, чтобы в замах пошли. Нет, надо ждать, проверить, не зимняя ли. У меня же здесь. Быстрее всего зимний. Вот, смотри, вот эти штуковины у меня уже почти месяц лежат. Вот. Видишь? Хочешь разрежем? Они идеально беленькие. Минуточку. Это московская осенняя. У меня есть уже такая. Вот. Не от тебя ли? Да кто его знает, я не знаю уже. Ко мне она попала от Филиппьева, от Володи. Черенок у него брал. Вот. Великолепный сорт. Вот. Несколько штук упало декабрьской, но мы ее потом где-то... Тут ты меня впервые превзошел. У меня нет зимних груш. Вот это до Нового года хранится. Угу. Можно кушать на Новый год. У тебя ружья нет? Хочешь меня пристрелить? Нет, застрелись. От зависти застрелись. А вот это космическое. В этом году оно довольно-таки крупненькое. На полке не вмещается. На полке просто загружены всякой ерундой. Банками, склянками, коробками. Да, конечно. Не вмещается. Космическое там, космическое здесь. Там формел, яблочки. А формел и здесь лежит. Можешь посмотреть. У меня их в этом году одно дерево было. Это плодоносило всего. А то у меня и одно дерево есть. Но на нем было, не знаю, ядер 5-6, а то и больше. Вот он. Он длинненький такой. Это на солнце он так выглядит. Так, сейчас твою грушу положу. Я его еще уравлю, и мы не сможем продегустировать. В основном яблоки вот такого характера. Вот они, продолговатые. Ну, самые крупные бывают, так, лепешкообразные. Но все равно, вот он. Да, это характерно. Именно носик за конусом уходит на нос. Сколько лежат? Я конкретно еще не могл знать, потому что в прошлом году урожай был не очень большой. Но где-то в ноябре еще лежали. Хотя собрал-то я тоже вот давно. Мы обычно где-то в конце сентября собираем. А этот уже с неделю точно лежит. Потому что активно сыпаться начал. Чуть ветер донет и пошел. Давай что-нибудь выдающееся показывай. Это мы у тебя не первый раз. Выдающийся? Да. Для Сибири и для всей страны. Выдающийся. Пожалуйста. Да вот твои эти самые голдены. Под тем названием, которое мы до сих пор не знаем. Смотри. Вот он лежит, да? А как теперь узнать-то? Я... Ведь такой величины. Я тебе сейчас только показывал, у меня в багажнике еще крупнее. Я вчера Андрея унес еще крупнее. Вот он. То же самое, той формы, как и у тебя в багажнике, да? Но у них в большинстве случаев они как лепешечки. Вот такие вот. Ну приплюс. Лепешкообразные. И главное в паре вот так растут, и они не дают друг другу, в общем-то, разойтись. Слушай, не богатыри ли это? Бифку? Слушай, богатырист плоский. Нет, он ребристый весь. Богатырь. Ни в коем разу не он. А у меня же богатырь рос на... А потом, богатырь настолько несъедобное яблоко. Вот эти поспеют. Вообще уникальнейший, вкуснейший. Это вообще... Ну, как я... Я его назвал голден клон железовый. Я не знаю, что дальше делать. Но я знаю, что это не голден. И я знаю, что это не дилишес. И мало того, подозревал сначала, что это резистент, голден резистент. Оказалось, тоже нет. Но я уже сравнил. И резистент он небольшой. Так это... А этот... Куда? Вымахивает где-то... Ладно, у меня зарядка кончится. Давай мне это... Еще что-нибудь выдающееся. Ну, что выдающееся. У нас вот... Квинти мы уже снимали, да? Вот он. Квинти должен быть ярко-красный. Почему твой не окрасный? В тени. Вот он. А, точно. Вот он. Вот это уже точно. Ну, там теневая часть и вообще... Ты знаешь, мне он показался слаще, чем это... Чем мелбока надо. Ну, не знаю. Очень приятный на вкус. Только мякоть когда поспеет, но она такая... Знаешь, это вторая родина, Херсонская область. Да. Я оттуда... Ну, давай разрежем, чтобы показать. А, давай. Я привез оттуда. С этого. Берсавский район, Херсонская область. У него тоже, как у мелбы, имеются прожилки розовые внутри. Пожалуйста. Ой, еще круче мелбы. Еще круче мелбы. А у меня в этом году... Смотри. Сейчас, дай-ка я тебе... Самые зеленые возьму, чтобы это самое... Не быть голословным. Что и в зеленом тоже прожилки могут быть. Нет. А тут испорченные почему-то. Так оно летнее. Ну, лежит тут уже давненько. Так, 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 давай. Будем... А знаешь, какое-то... Типа грибкового заболевания, что ли? Нет. Нету здесь. Ну, так, слегка, слегка, слегка. Ладно. Так, давай хвастайся этим нашим этим... А, порт вон. Нет. А, ну, а портом само собой. Ну, а портиком здесь... Они у меня еще на деревьях висят, да? Это который ветром сдуло. У меня казахстанец просит о порт. Вот они. Вот когда поспеют, тогда можно ковырять. Сейчас еще у меня будут желтоватые семечки. Давай... Надо коричневый, чтобы... Нет, что мне делать? Он же у нас меня не слазит. Константин Ильич, это опорт практически поспевает у нас. Вот если сейчас снять, да? Он, ну, в середине октября будет готов. Угу. Вот. Уже можно ковырять. А сейчас это бессмысленно. Да нет, дело не в этом. У него не запаха ничего. Ты пойми, у меня же тоже соседи смотрят, не просто смотрят. Я сегодня вот такое яблочко, единственное с дерева снял. Угу. Немножечко не такие сладкие у нас, видишь, это два с половиной месяца дожди. Да. Солнце не видели. Но вот немножечко налилось уже одно. Но это тоже в тени, видимо, было. На солнце они вот так выглядят. Характер бельблера китайский. Поворачиваешь вот так, вон, миллион ребер. Ну, не миллион, а как у старухи губы. Вот так внутрь сжатые. Понятно. Ну. Разрежем? Хочешь попробовать? Нет. На дегустацию? Да ты испортишь яблоко. Их хоть много, и тебе не жалко. Ну. А это. Я же с деревни еду. Я. У меня багажник набит фруктами. Я уже видеть их не могу. Наелся. Сушилку сейчас кинем, если что. А, ну если шушилку, ладно. Вот. У них тоже бывает иногда пружилочки. Пробуй. Семечки у него, видишь, уже практически коричневые. Ой. Я еще отказывался. А вкус у него, ну, вполне приличный. У них приличный, отличный. Великолепный. Ну, они мягковатые. Слушай, второй случай, где ты меня обошел. Моя, моя. Да ты же знаешь, что я привык к первым во всем. Кстати, я тебя не помню. Вроде саженец предлагал. В древности. Растет. Так, слушай, сюда. А ты его кому-то, говоришь, подарил. Я подарил. Садить было некуда. Ага. Так. У меня были лишние. Я их напрививал, но, наверное, всего штук пять-шесть. Вот. Себе два оставил, вот дерево, и вот. Давай удивляй этим гигантам Подмосковья. Вот. Я не могу сейчас удивить, потому что самые маленькие остались. Я там подбила. А это покажи самые маленькие. Вот. Вот они самые маленькие. А это твоя лесная красавица. Мы ее бомбой иногда называли. Тоже приличная. После гиганта второе место держит по крупности. Возьми в руку, чтобы люди позавидовали. А что там? Это соразмерность руки надо. Вот. С чем сравнить? С литровой банкой, если. Вот так вот. Давай. Вот литровая баночка. Да, поставь вот сюда. Вот так. Но это не самые крупные. У меня были груши, которые с литровой банкой. Так, минуточку. Это гигант. Гигант. На переднем плане. Лесная. Лесная. Вот вам еще гигант. Вот он. Лесная тоже хорошая. Хорошая. Ну, это самые крупные пока. Ну, она, да, я подставлю вот так вот. Она грохнулась, ветром сдула. У нас же ветра страшные. Сам знаешь. Так. Они у меня висят на дереве. Хочешь посмотреть? Там. Это будет отдельный разговор. Мы уже снимали. Там поднимали. Дело в том, что я заканчиваю. Потому что сейчас население России, особенно Сибири, уменьшится. Это что-то, я знаю, что умирать. Ну, давай заканчиваем фильм. Хорошо. Берегтарь, я думал, хуже вкусно. Ростантинович, знаешь, какой там сам себе режиссер передачи, вот, если это по телеку, да? Там рубрика есть такая. Ну, к примеру, так. Я живу в Сибири. Город Саиногорск. Хакасия. Вот результат садоводства Сибири. Да. А вам слабо? Помнишь, такая рубрика? Помню, помню. По-моему, ее нет, или я уже не смотрю. Нет, есть, есть такая. Так, все. Еще пару фотографий сделаю. Не чем тебя удивлять, а вот... Для меня-то нет. Ты всю Россию удивляешь. Сейчас. Ватсап тебе... Все, кроме меня. Посмотришь, я тебе перейти... Все, все, все. Все, дальше дела пошли наши личные. Ну, все. Все. Хорошего. Желаю удачи всем. До следующего сезона. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok